Перамошца у республиканского споборництва на лепшие выники в социально-экономичном развитии сельскохосподарчей Галины ушановались сегодня у Мазыры. Миновит этот район по выниках работы в 2019 году стал лепшим у Беларуси. До мероприемства долучились наши корреспонденты. Харчевую продукцию под брендом «Зроблена у Беларуси» ведают во всем свете, и она корыстается попытом в 100 краинах. Навод подчас пандемии заключенные контракты не споняли деяния. Як отзначил намесник министра сельской господарки и харчеванья Владимир Гракун, планы, які стоять перед аграриями на 2020 год, выконують. Проведена посевная кампания. Клин хлебного поля додався. Управнанне с минулым годом у два разы повеличили площу посева у гречки. Бульбы посадили 104% до плану. Акцент зробят на заховывании уроджаю. Украине побудовали сховища у большим на 800 тысяч тонн, что дозволить реализовывать бульбу на протягу усяго сезона попыту. Благодарим людей за труд села, за то, что они работают, выполняют свою работу, обеспечивают наше население продовольствием. Сегодня мы имеем достатки и хлебобулочных изделий, то есть муки зерна, имеем мясомолочную продукцию, плюс ко всему имеем ресурс поставки на экспорт. Это мясомолочная продукция. По выниках працы за 2019 год передовиком у сельской господарцы сярод района у Беларуси стал Мазырске. За значную укладу разведцю Галины працевникам АПК района объявлена подзяка президента и урученный сертификат на трактор «Беларус». У знагороду зрук помощника президента инспектора Пагомельской в области Юрия Шулейки приняла старшиня райвы Конкама Алена Паулечка. Подзяку президента и сертификат на трактор уручили и коллективу работников КСУП «Саугазкомбинат Зара». Работают все цеха, работает производство. И за дня в день увеличиваем надои. В марте месяце открыли новую ферму. Идет комплектация. Создали уже порядка 15 рабочих мест. Вовремя отсеялись. Имеем хорошие виды на урожаи зерновых. Конечно, чуть-чуть холодная погода сдерживает развитие кукурузы. Но я думаю, что в ближайшие дни уже передают тепло. Растения в развитии наверстают то, что было упущено. Продприемство не только стабильно показывает высокие выники, а и забеспечивает район новыми працовными местами, гарантует высокую заработную плату и добрый социальный пакет. Клопотятся про супрацовников и на Рогачевском молочно-консервовом комбинате. С 1 мая для обслуговывания сыровинной зоны тут открыли новое предприемство «Рогачевский МКК-сервис» и створили 59 працовных мест. По выниках минулого года открытое акционерное товариство стало переможцем у номинации «Лепшая организация работы по охове працы сирот селегазорганизаций». По словах керовника, эпидемичная ситуация у свете практически не отбилась на работе МКК, а трымалась наводосвоить новые рынки. Наоборот, еще более увеличились поставки, конкретно если по Рогачевскому молочно-консервному комбинату, то где-то процентов на 20-30 мы увеличили поставку на Российскую Федерацию конкретно консервантов. Это молоко сгущенное, которое с долгими сроками хранения. Диверсификация продолжается. Мы на этот период вышли на Дубайский рынок, Рабские Эмираты, и пошли уже на постоянный рынок. Не сорвались поставки ни в Соединенные Штаты, ни в Израиль. Ни один коллектив не сможет досягнуть поспеху без доброго керовника. На его плечах лежит принять решение и великая отказность. Минавито таким керовником з'является Галина Трыбунах, директор открытого акционерного товариства «Звязда» Чашерского района. За пленную працу и особистую укладу развития Галины я ее узнагородили гоноровой грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Для сельского хозяйства очень тяжелые условия природные и погодные, поэтому очень сложно нам сегодня работать. Но каждый человек, который работает в сельском хозяйстве, должен быть оптимистым и всегда надеяться только на лучшее, на хорошие успехи, на высокие урожаи. Только тогда мы достигнем того, что мы должны достигнуть. Ну, а работаем, конечно же, качество продукции должно быть, мы ее реализуем, мы выходим на уровень и других стран, поэтому мы будем жить, у нас будут деньги, мы будем работать с прибылью, и все будет у нас хорошо. Усяго, подчас урочистого мероприемства было уручено 13 узнагород. Ганна Каральчук, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазирского района.